Всем привет! Сегодня довольно такое бодрящее утро. Ну, конечно, уже наступает осень. Ночью с утра где-то было плюс 6. Сейчас, кстати, тоже утро. Наверное, где-то плюс 7 градусов. Но ничего. Я решил все-таки показать, как теперь начинается мое... Ну, фактически каждое утро. Потом расскажу, зачем вообще мне это все надо. Но для начала пойдемте на пробежку, потому что, собственно, с этого оно и начинается. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Ну что, вот и все. Прогулка окончена. Можно спокойно идти домой здесь, в горку. Ну, вы, наверное, видели, когда мы с нее вниз бежали. Сейчас я пока бегаю не очень много. У меня возле дома есть поле. Оно по окружности ровно полтора километра. Вот прям метр в метр фактически. Вот я два круга такие пробегаю. И еще сюда вниз где-то метров 800 до реки. Может быть, около километра. Так что я сейчас, кстати, снимаю сбоку, чтобы солнце не светило в объектив. Иначе ничего видно не будет. Так что вот примерно пока такое расстояние получается 4 километра. Но сама все-таки суть не в расстоянии, а в том, зачем вообще это все надо. В жизни у каждого человека, наверное, возникают такие моменты, когда кажется, что пора что-то поменять, стать как-то лучше и бросить, в общем, старого я. И поэтому иногда надо прям предпринимать какие-то все-таки для этого и шаги, а не просто сидеть и мечтать. И вот поэтому, чтобы брать на эти вообще перемены от кого-то силы, я решил, что буду их брать вот отсюда. Потому что я знаю, что могут возникнуть, но они часто возникают, такие люди, которые скажут, ты лучше иди там у свиней какашки покидай или там сено покоси. Но это совсем другой вид деятельности, потому что даже несмотря на то, что то и другое физическая активность, что-то именно призвано, чтобы расходовать энергию, а что-то призвано, чтобы ее давать. Потому что вот такая вот небольшая пробежка и ледяная вода, они дают очень, скажем так, оживляющий эффект и заряжают энергией, ну, по крайней мере, на следующие часов 6 это точно. Ну и позволяют основательно так проснуться с утра, потому что вставать очень тяжело и во время начала пробежки ты понимаешь, что ты еще будешь плавать и не очень хочется. Но зато пока вот именно я не хочу околеть, поэтому я сначала решил, что буду бегать, разогреюсь очень, чтобы было жарко, поэтому и впоследствии увеличиваются. Сначала я бегал всего один круг, но это было уже маловато вообще, даже не потел. Поэтому решил увеличить до двух, ну, видимо, когда станет холоднее, придется увеличить до трех. Больше пяти я бегать не буду, потому что раньше я бегал 5 километров все время, ну, не каждое утро, но часто. Но я все это бросал бесконечно. Вот сейчас уже неизвестно, какая попытка у меня снова это все начать. Как-то приобрести эту полезную привычку, потому что, ну, очень тяжело. Бывают, были промежутки, когда, ну, месяц, может быть, бегал. Еще даже когда жил у себя там в Апатитах на севере. Ну, даже, наверное, не месяц, может быть, даже какой-то сезонный, либо весну, либо осень. Там тоже были такие промежутки бесконечные, когда я это пытался начать. Здесь тоже я уже начинал, и прошлой осенью я бегал, и когда мы только приехали, начинал. Но все никак, оно не может прижиться. Хотя, и причем, получается как, что если ты получаешь какой-то положительный эффект от всего этого, тебе кажется, что, ну, все, он и сохранится, в принципе, и дальше, и можно и не продолжать в целом. И вот один день пропустишь, два, а потом вроде морозы начались, тогда вот, например, осенью холодно стало. И я перестаю бегать, и впоследствии уже и не начинаю. Поэтому сейчас я решил все-таки закрепить этот положительный эффект. Ну, здесь еще добавилось одно новое, это купание в холодной воде. Но я, естественно, не морж, поэтому я не преследую цель, чтобы промерзнуть до костей. Я просто несколько раз окунулся и вышел. Потому что вода, честно говоря, не... Ну, не знаю, для меня она уже не очень холодная, но по температуре... Ну, если судить по температуре воздуха, что она ночью плюс 4 бывает, плюс 6 уже, то вода тоже немногим теплее. Но вполне себе терпимо, может быть, плюс... Сколько там? Плюс 8, вода, наверное, точно есть. Посмотрим, как оно будет дальше. Я планирую все-таки до первого снега попробовать окунаться. Надеюсь, что это у меня получится осуществить. Поскольку привычка очень полезная и нужная. Надо закалять организм и все-таки получать заряд этот энергетический, чтобы действовать дальше. Сейчас я уже почти скоро приду домой. Где-то осталось 500 метров, поэтому буду закругляться. Тут я больше, конечно, снимаю для себя, чтобы, если в случае чего, посмотреть. На самом деле, за этим скрываются еще более глубокие несколько мотивов, вообще, для чего я это все делаю. Но я их озвучивать не буду, потому что есть у каждого человека какое-то личное пространство, которое, в целом, оно должно всегда оставаться личным, а не выставляться на показ. Поэтому об более глубинных и основательных тех, возможно, ценностях, которым я хочу преследовать, ценности, которые я хочу преследовать. Собственно, делая вот этот первый шаг, который вы сейчас все видели, я, наверное, оставлю при себе. И впоследствии, может быть, когда-нибудь все это разовьется в то, что мне хочется. Ну, ладно, на этом все. Всем пока-пока. Надеюсь, прогулка вам понравилась, потому что природа просто шикарная. На самом деле, воздух просто великолепный. Но самый лучший воздух, это когда погода пасмурная. И так вот слегка прохладно, пар идет от реки. Кстати, он сейчас тоже идет, но почему-то на эту камеру, точнее, я его уже пытался снимать, он вообще не снимается. Ну, это понятно, что дешевая это китайская экшн-камера, она у меня и с объективом мутным, поэтому я весь мутный, наверное, и ничего не снимается. Но думаю, что в будущем я это все смогу запечатлеть. Так что все, всем пока-пока.